Нужно создать такие условия для ребят с ограниченными возможностями. И в нашем городе тоже спортивные объекты, чтобы в них могли тренироваться. Сергей Вяткин приехал на встречу с министром физической культуры и спорта Пермского края Татьяной Чесноковой, чтобы задать вопросы, которые наиболее волнуют его, как заслуженного мастера спорта России по пара-армрестлингу. Конечно, самый главный вопрос – это у меня Центр спортивной подготовки адаптивного спорта Пермского края. Ну, чтобы реализовали. Соликамск по праву называют столицей пара-армрестлинга. На данный момент этот вид спорта в городе представляют 24 спортсмена. Все они относятся к краевой спортивной адаптивной школе Паралимпийского резерва, где есть все условия для их обучения и развития. А также выделяются средства в том числе и на экипировку. Однако спортсмены вынуждены ездить в Пермь для подготовки, так как в Соликамске для тренировок нет подходящих условий. Действующий физкультурно-оздоровительный центр на Крестовке, в котором куются большие победы, не соответствует в полной мере требованиям для подготовки представителей адаптивного спорта. Министр спорта взяла этот вопрос на контроль, отметив, что развитие адаптивного спорта – одно из приоритетных направлений региональной политики. Соликамск – это значит спортивный город. И я уже сказала о том, что у Соликамска есть очень крутая история, связанная с тем, что здесь есть местные звезды спорта мирового масштаба. И в таком количестве, что этому стоит только завидовать. И они, на самом деле, очень простые, доступные для общения людей. Очень важно еще определенное объединение и единение в решении вопросов. Когда есть одинаковое понимание ситуации, намного проще становится идти в одну сторону. Краевые власти уделяют большое внимание развитию в регионе физической культуры и спорта. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, создание условий для регулярных занятий спортом – одно из важнейших механизмов поддержания активности людей с особыми потребностями. Для развития адаптивного спорта важно взаимодействие на всех уровнях. В этой работе должны участвовать не только краевые власти, но и муниципалитеты, спортивные федерации и общественные организации. На сегодняшний день по программам спортивной подготовки по четырем адаптивным видам спорта в Пермском крае занимаются 668 спортсменов-инвалидов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Задачей региона в целом и Соликамского округа в частности – к 2030 году вовлечь в регулярные занятия физкультурой 70% всех жителей. Добавим, в 2030 году Соликамск отметит шестивековье, а значит, что обновления ждут нас во всех сферах жизни, в том числе и спортивной. Желают, чтобы визит министра спорта стал той самой отправной точкой для новых побед Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания Соль-ТВ.